Ну вот, как и обещала. Добрый вечер всем. Сейчас, ну то есть я пообещала, что сейчас соберусь с мыслями и про зависимости буду ролик снимать. Но на самом деле с мыслями не собралась, а снимать все равно буду. Я прекрасно, да, осведомлена, что нужно взять, написать сценарий, не отвлекаться от сценария. Потом пересмотреть все, что ты снял и, в общем-то, подумать о том, что снял-то все не так, в общем, и переснять там и так далее. Люди по 4 часа знают, что снимают 10-минутные ролики, потом все это переделывают, пересматривают, в общем, по науке. По науке, то есть там куда смотреть, налево-направо, там это, как, глаза, две трети, в общем, влево-вправо, сюда, туда, вот так вот. Ну, так как у меня не учебное пособие, у меня просто, просто так, о жизни в деревне, как можно прекрасно жить в деревне, о всяких таких испытаниях, которые можно подвергнуть, как бы, собственный организм. И как это все интересно и любопытно, и самое, самое, наверное, действенное такое, если ты что-то хочешь, не знаю, там, пить, бросить, курить, там, еще там что-то, не знаю, спортом начаться, заниматься там. В общем, что-то такое вот, и ты, ну, никак не можешь, с этого воли нету, ничего нету. Но, думаю, что это нужно, необходимо, нужно с организмом схитрить, ну, и просто, например, поставить его в какие-то такие условия. То есть, выйти из зоны комфорта, поставить его в условия, в которых он будет, это, вынужден, так сказать, ну, например, как я воспользовалась, как я, когда я переехала жить в поле. То есть, ну, там нет магазинов, ничего не было такого, это самое. И, как бы, состояние такое, лето, эйфория, так хорошо, езди покупаться, цветочки, там, красота. И, то есть, прекрасно мой организм тогда пережил, когда я сидела на сырой гречке. То есть, я гречку не варила, я ее заливала с ночи, когда она чуть-чуть надоедала, иногда меняла там с овсянкой, еще что-то. Очень сильно тогда удалось похудеть, и хорошо такое, как самочувствие было прекрасное, абсолютно прекрасное самочувствие на вот этой вот как волне. То есть, тут получалось, что не как будто бы сидишь и заставляешь себя, а как будто, ну, так сложилось, вот ставишься в такие рамки, вот. Ну, собственно, почему я вообще решила это снять? Почему? Потому что, опять буду рекламировать Табикс, Табикс я в очередной раз сейчас бросила курить, это для меня такая пожизненная эпопея, так что производители Табикса сделайте мне бонус, я уже, наверное, 25 пачку у вас покупаю. Табикс, за что я люблю Табикс, с ним не хочется курить, я с ним курить не хочу, знаю, что кто у меня там из подруг бросал, из знакомых, тоже примерно у всех одинаковые впечатления. Я очень много пачек перепробовала из разных партий за 20 лет этого Табикса, хочу сказать, что, ну, люди иногда говорят, что, ой, на меня там совсем не действует, а на меня так-то, на меня так-то, и со всеми я соглашусь, потому что все эти 20-25 пачек, которые я выпила за всю жизнь, они все, ну, 80% действовали примерно одинаково, хорошо, странно, и не хочешь курить просто, и остальные 20, наверное, процентов пачки были разные, то есть вот это вот сейчас у меня последняя пачка, я, наверное, таблеток 20, наверное, выпила, там их много, и все, то есть я 20 выпила, и все, я курить не хочу, и, собственно говоря, сейчас просто даже не снижаю дозу, а по одной таблеточке в день, так, для профилактики уже допиваю, а были разные, были, так, как там, о, господи, нет, нажор, нажор, по-моему, не тянуло, слабости вроде не было, вот последняя вот сейчас вот партия, я хотела спать, ну, опять же, это не важно, не важно, а не значит, что это именно конкретно от этой партии таблеток, может быть, ну, просто там, я не знаю, а витаминоз там, еще что-то, короче, что-то, может быть, еще поспособствовало, ну, я валю на таблетки, вот, и все по-разному, и были у меня несколько пачек, думаю, что примерно три, когда я курить с табиксом не бросила, то есть допила целиком всю партию и не бросила, я думаю, что это были, ну, какие-то поддельные, так сказать, вот, партии, когда, ну, там, за что мне нравится табикс? Табикс, ты его пьешь и куришь одновременно, то есть там есть рекомендации, что на пятый день, там, не курите уже, там, все такое, на самом деле, если все 20 дней, там, пока ты этот табикс пьешь, ты будешь курить, ничего страшного, все равно не будет, потому что такие у меня случаи тоже были, и так, и так, и в общем, так что табикс, в принципе, я всем рекомендую, вот, сбросать с ним очень легко, ой, как бы, ну, не хочется курить, бросил, и все, там особо даже силы воли не надо, если, конечно, не при тебе, не курят, как бы, все время, там, не знаю, там, на работе, там, у некоторых, там, знаете, постоянно вся бригада курит, и как-то не пойдешь, может быть, будет сложнее, вот, мне легко, я ни с кем не вижусь, я живу одна, мне хорошо, я вообще никого не вижу, сегодня вот съездила в магазин, приехала, продавщица курит, и от меня так метров за 7, не доезжая до нее, аж дым почувствовала, а и мужчина на велике мимо проезжал, меня тоже курил, тоже за много метров за 10, он еще до меня не доехал, я уже ароматик так это сама уловила, ну, вот, в общем, как бы, когда у меня умирают собаки, у меня было много собак, и я опять начинаю курить, то есть для меня проблема не начать курить, я бросаю легко, и очень легко опять начинаю заново, и сейчас, каждым, как бы, годом, я думаю, все, ведь я уже старею, там, и таблетки от давления мне прописали, и то, и то, и в общем, думаю, ну, как-то серьезнее пора уже, там, полюбить-то как-то себя, свое тело, свой организм, и... вот, так что каждый раз, теперь, последние года 3, я надеюсь, что это опять последний раз, так что, надеюсь, опять собака у меня не умрет, и, в общем, опять я и закурю, вот, ну, я не очень ответственный хозяин в этом плане, думаю, что собаки жить должны прекрасной, вольной жизнью, так что, ходим мы с ней в лес гулять, она так же бегает, как и крем, так что у меня тоже есть шансы, что сожрут ее волки, ой, бедная, аж проснулась, Ася, не переживай, они сожрут тебя волки, ну, вот, как-то так, и, в общем-то, под шумок того, что я бросила курить, я решила, ну, как, обхитрить немножечко свой мозг, то есть, я начала пить таблетки от курения, и там, на второй день уже все, курить совсем не хочется, и я себе сделала такую небольшую установочку, что, ну, на самом деле, я курить уже бросила, я уже все, я это сам, я себя решила поощрить, во-первых, то есть, самое главное, чтобы закрепился результат, там все, думаю, буду жрать, то есть, раз такой, знаете, стереотип есть, что, когда бросаешь курить, напираешь вес, ну, он не совсем стереотип, на самом деле, я набрала вес только один раз, когда бросала с табексом курить, это был самый-самый первый мой раз, самый мой первый табекс, я сразу набрала за месяц 22 килограмма, и, собственно говоря, всю оставшуюся жизнь я с ними пытаюсь бороться, не очень активно, у нас тогда не был интернет, там все было совершенно по-другому, там, ну, не очень знали, там, каких-то методов, сейчас их миллион, тогда, ну, там, ну, только на яблоках посидеть, там, туда-сюда, ну, спасал физический труд, вот, тогда мы с мужем начинали строить дом, там, дача, земле копаешься, там, что-то камушки возишь, тогда только вот эта вот физическая работа, она способствовала, там, ну, еда на свежем воздухе, там, все такое, у костра, все такое вот, это был такой единственный момент, когда можно было нормально худеть, а все остальное, там, где-то на работе, сидишь с девчонками, булочки, там, булочки, чаек, бутербродики, конфетки, вот такое вот, вот, и я решила, пока я бросаюсь сейчас курить, я так резко-резко выделила себе два дня, я решила жрать, думаю, все, я буду жрать, я за несколько дней, ну, я два, наверное, дня жрала конфеты, конфеты, шоколадки, зефирки купила себе, в общем, зашла в магазин и поощрила себя, ну, всем, всего по чуть-чуть набрала, сладкого такого прямо вот, ну, чтобы и сгущенка у меня была, там, и все, я все это дело сожрала, за неделю где-то, не неделю, сожрала я всего два дня, два дня так, чтобы прямо, ну, совсем плохо стало, потом за неделю я набрала, ну, почти пять килограмм где-то, вот, и я вот обожралась им сахаром и решила, вот я сейчас такая вся обожравшаяся, так что уже просто не охота там ни шоколада, ничего, ничего, и тут я вспомнила, что я хотела когда-то давно на диете Дюкана посидеть, все никак не могла собраться с мыслями, там, информацию собирала, собирала, и тут думаю, дай-ка так это самое, залезу, что там опять-то новенького, ну, еще нашла кето-диету, ой, я думаю, круто, ну, меня больше зацепило в кето-диете что, во-первых, я не верила, что я смогу сахар не жрать, поэтому я так подумала, что, ну, раз я сейчас обожралась сахара, думаю, ой, круто будет, я его просто несколько дней сейчас, ну, могу не жрать, и я могу его не хотеть, как бы, ну, просто не хотеть, в плане, что, ну, а куда еще-то уже все, уже тошнит от него, от шоколадок, то есть я честно все доела, вот, то есть в доме только сахарный песок, который я спрятала сейчас, спрятала подальше, да, ну, там еще, да, конфеты тоже спрятала, конфеты, которые карамельки, карамельки я с собой в лес таскала, когда хожу куда-нибудь там за грибами, чтобы они на всякий случай в кармане были, вот так углеводиками по пути закинуться, вот, тоже спрятала, сейчас у меня на виду нет никакого сахара, ничего, муку спрятала, все, самое ужасное, нужно было недавно печь пирожки, и я это все достала, а мне даже тесто не попробовать, в общем, пересолила, перед, ну, ладно, перед блинкомом, так, на чем я становилась, я не помню, а, ну, вот, почему не помню-то, вот, видите, мозг начал, начал работать, то есть я помню, на чем я становилась, плюсы, как бы, кето-диета, там, и при всяких там диабетах, и все такое, и там, и инсулин, и что-то такое, я пока не очень разбираюсь, хотя уже 200 роликов посмотрела, меня зацепило то, что у вас улучшится память, и мозги начнут лучше работать, то есть сейчас вот опять осень, сезон, когда мне нужно походить на капельницы, с моей вертебробазиллярной недостаточностью, то есть кислород у меня не поступает в мозг, из-за этого я туплю, вот, ну, мне все равно, потому что когда тупишь, сам не очень замечаешь, замечаешь только когда забываешь что-то, ну, типа как вот кастрюлю на плите, которая сгорела, а потом воняет на весь дом, или забыл подкинуть печку, то есть затапливаю печку, и забываю, что она у меня топится, она, например, перестала, если там трещать или что-то, я могу забыть, не услышать, что я ее топлю, и если, например, в квартире не очень холодно, я могу забыть, то есть она прогорела и замерзла, и все, вот, и меня очень зацепило, зацепило то, что можно память свою, так сказать, ну, вот, так, сколько, я не знаю, я забыла засечь, я специально, не знаю, почему специально, ну, решила, я думаю, я не буду запоминать, я раньше запоминала, знаете, типа там, я там с пятого числа бросаю курить, я буду там год праздновать, как я не курю, в общем, я специально не заметила, когда я бросила курить, и когда я вот этот вот сахар там, в общем, ну, уже, наверное, больше недели сейчас прошло, я не верила, я не верила, что я смогу не есть сахар, то есть не пить кофе с сахаром, вот это все, но на самом деле, тут тоже, конечно, нюанс, мне прописали таблетки от давления, и я думаю, ну, что там, все равно кофе у нас, как я сейчас в ролике посмотрела, кто считает, что кофе полезный там продукт, то все, ну, он мне тоже нравится, кофе, но сказали, очень тяжело купить кофе, не обработан, нет, в общем, кофе, самый-самый обрабатываемый химикатами, как продукт, ну, как я где-то рассказывала уже, что я смотрела про, про-про-про, забыла, в каких странах, в общем, обзор по странам, как у нас выращивают фрукты, почему у нас не очень полезно магазинное есть, и почему я за то, чтобы выращивать все своими силами, то есть, ну, типа того, что вот сейчас капуста по 16 рублей в пятерочке, нафига ее сажать самой, то есть, вот это вот все, яблоки по 50, то есть, зачем выращивать фрукты и овощи свои на огороде, там, вот как люди-то горбатятся там, да дешевле это самое, да сейчас знаете сколько удобрений, а вот именно я выступаю за те овощи, которые без удобрений, без покупных удобрений химических, выращены на нашем огороде, с органикой, с компостиком, со всем этим самым, потому что я посмотрела, сколько обрабатывают сады, то есть, почему у нас, например, там, в магазинах, ну, они же не только у нас, по всему миру, и в любой стране, например, лежат там красные, зеленые яблоки, там, ну, зеленые, они давно уже не семеренки, вот, поэтому, не важно, что там на них написано, почему они всегда есть, и всегда красивые, потому что, если хороший год в местности, где выращивается сад, должны быть определенные поставки, то есть, у тебя есть там заказ, 10 тонн этих яблок, ты должен их вырастить, они должны быть красивые, и если хороший год, хороший, без вредителей, без там каких-то катаклизмов, каких-то что-то, 86 раз, 86 раз в хороший год химической обработки подвергаются деревья, чтобы яблоки были продажные, чтобы они дошли до покупателя и были красивые, там, без червей, без ничего там, то есть, каждый год что-то может быть в нормальных садах, кто ничем не обрабатывает, мы же всегда знаем, там у нас когда-то тля, кто у нас там, плодожорка у нас постоянно бушевала последние годы, в общем, что-то всегда происходит, если не обрабатываешь строго химией, а иногда, даже вот знаю людей, которые обрабатывают, они прям обрабатывают, такие как вот пишут в садовых журналах, обработайте там весной, вот это, вот это там побелите, сами не понимают, зачем, для чего, просто написано, выпустила, как бы новую химию обрабатывают, и они понимают, что все равно, если у вас там, неимунный к парше сорт, хоть заобрабатывайся, у тебя все равно часть яблок получится, ну, примерно можете прикинуть, сколько, в общем, обрабатываются, вот все вот эти вот, чтобы быть красивыми, это я просто еще сегодня капустку, у меня тетеньки капустку подарили, сорт Слава, вот, со своего огородика, хорошенькая такая, вся такая, листики-то снимаешь, а там яйстики маленькие, там где-то гусеничка сидела, где-то червячочек такой-то со мной, то есть, и плюс, я сегодня квасила капусту покупную, а, идеально, там ничего нету, кроме капусты, там листик-листику, все, все обработано, вот, и про кофе я сейчас смотрела, я хотела отказаться от кофе, потому что утреннее кофе с большим количеством сахара и сигаретка, это единственное, чего я могла, в принципе, утром проснуться, и, ну, вообще продрать глаза, все, без этого в веке, там, не знаю, давление не поднималось, сердце не начинало стучать, и все такое, и я, собственно говоря, от кофе я хотела отказаться, чтобы бросить таблетки от давления, которое мне прописали, думаю, ну, все, я теперь молодец, такая я, но не получилось бросить мне кофе, начались, ну, я питание еще не отрегулировала, поэтому проблемы со стулом начались, которых у меня нету никогда, вот, и пришлось мне выпить кофе, а кофе, ну, все как по часам, то есть я выпиваю кофе и через две минуты иду в туалет, все, и это так, ну, так всегда, так всегда, поэтому пока альтернативу сейчас, как-то вот не найду цикорий, но никак, цикорий не действует нифига в таком же плане, поэтому кофе, и вот сейчас я вот смотрела ролик, что из всех, так сказать, фруктовых садов, больше всего химией у нас обрабатывается, кофе, кофейные плантации, самые-самые у нас обрабатываемые, и сомневаюсь, что в принципе в России можно купить где-то там, как у них говорится в Америке, органический кофе, где-то на частной ферме, выращенный и ничем не обработанный, вот, так что буду, буду травиться кофе, ну вот, к чему, к чему я подошла, ну, это мои маленькие такие победы, над своим организмом, над своим мозгом, то есть если, как, 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 в общем, в целом, из всего, что я пересмотрела, все, что я там, это, как нормальный человек, я смотрю всех психологов, я смотрю всех коучей, всех этих самых, вот, и мои любимые лекции, это про мозг, как работает наш мозг, как он над нами издевается, и так далее, и, собственно, если вы обрели немного разума, как этим разумом нашим, мозг наш победить, то есть наш мозг, наш разум общего ничего с собой не имеет, это мозг нас тащит ночью к холодильнику пожрать, вот, и нужно просто научиться разум включать и мозг побеждать, но побеждать не всегда удается, чаще всего приходится мозг обманывать, вот, то есть если что-то хотите, вы, как, нужно загружать информацией мозг, пусть создаются новые нейрончики, ну, до такой степени, чтобы мозг перенасытился информацией, чтобы она уже отскакивала, чтобы она там прямо такая вся вот утрамбована была, ну, то есть у меня это на примере, вот, диета Дюкана, у меня сейчас нежненько перевалила в кето-диету, диета Дюкана меня всегда смущала, там, то, сё, мне что-то казалось, как-то, что-то, видимо, не пошло, и тут я встречаю кето-диету, на которой можно кушать домашний майонез, то есть мой любимый нормальный майонез, как в советских баночках, которые готовлю блендером сама, где яйца, растительное масло, и куча-куча горчицы и перца, и всё это, всё это жирное, прекрасное, и всё это можно на кето-диете, где можно есть жареное, где можно есть кучу-кучу интересных продуктов, которые, если разложить, все ужаснутся, что это диета, вот, сейчас мне, немножко осталось упорядочить, там, порции туда-сюда, никак ещё себя не могу на подсчёт калорий, что хоть примерно, знаешь, сколько я жиру, пока я закрепляю результат, как бы, курения, и поэтому я жиру, так это, хорошо так жиру, и уменьшать порции буду, немножко попозже, и ещё в кето-диете, что мне не просто нравится, а лично мне очень подходит, то есть я против завтраков, там, трёхразового питания и так далее, то есть основная часть этих вот кетозников, кето-диетчиков, вот, это двухразовое питание, то есть два приёма пищи с разницей в 6 часов, да, не знаю, там, 90, наверное, процентов, вот, и там, многие люди перешли на одноразовое питание, и это моё, это моё, я не люблю с утра есть, абсолютно никак, ну, сейчас не знаю, на какой режим я перейду, сейчас у меня пока где-то в 12 часов, и в 6 часов вечера, то есть я могу в 12 сожрать 4 жареных яйца, с лучком, там, с огурчиком, там, туда-сюда, в общем, ну, вот так вот, я не собираюсь на ней оставаться, как бы, как бы навсегда, хочу бросить, как бы есть сахар, вот, посмотрела тут всякое, про сахар, ну, надо же посмотреть, какой он гадкий, вредный, чтобы его не жрать, что раковые клетки, они у нас растут, и питаются исключительно сахаром, этим белым, рафинированным, ну, и так далее, вот, ну, плюс там диабеты, плюс всякие такие штуки, и так как вот мне год уже, да, в декабре год будет, наверное, да, как мне прописали таблетки от давления, потому что у меня скакануло давление, ну, я с этим была категорически не согласна, потому что, ну, у меня каждый день идеальное давление, и скакануло оно один раз, один раз, и прямо так сильно, и все такое, и мне так плохо было, я так умирала, ну, и что, так оно один раз ведь скакануло, мне теперь сказали, ты будешь пить таблетки каждый день, всю жизнь, всегда, но до этого-то оно не скакало, ну, один раз там, давно, четыре года назад, пять, шесть, не знаю, не забыла, я решила, что это несправедливо, надо с этим что-то делать, ну, и вот считайте, что год, год я свой мозг подготавливала к тому, чтобы бросить таблетки от давления, сейчас пошел третий день, как я их бросила, мои предыдущие попытки бросить, ну, раза три, наверное, за год бросала, то есть я перестаю пить таблетки, один раз даже пыталась бросить, то есть, ну, медленно, по половинке, по половинке, потом по четвертинке, по четвертинке, ни разу не сработало, все как только перестаю, то ли психосоматика срабатывает, то ли физиология, непонятно, давление сразу опять скакало у меня, опять становилось плохо, и сейчас я подумала, раз я бросила курить, раз я уже там сахар не жеру больше недели, вот я и бросила, в общем, таблетки, и пока мне хорошо, тут вы не сглазите, ну вот, посмотрим, то есть сейчас я жеру жир, жир, то есть, чтобы меня энергия в организм для работы, для настроения из жира шла, так сказать, а не из булок, не из сахара, не из конфеток, что я могу сказать, я хочу сказать, что, что же я хочу сказать, я буду упорядочивать, как бы потихонечку, потихонечку, то есть мне будет своя такая диета, то есть к ней нужно будет прийти, сейчас начнут козочки, когда доится у меня, то есть я буду жрать творог, сыр собственного производства, молоко с утра до вечера, все, кто говорит, что молоко вредно, я с вами со всеми не согласна, что еще, что еще, ну, потому что, что, может быть, оно и вредно, то молоко, которое, которое вот я купила, молока захотелось, сахар же перестал жрать, захотелось молока, до этого не хотелось молока, я купила молоко, и на третий, наверное, день, оно стало горькое, а мне казалось, я купила хорошее молоко, в магазинное, то есть, да, возможно, это молоко и очень вредно, но все, кого я знаю, кто там старенькие бабушки, держат коровок до сих пор, там еще что-то, ой, все пили, жирали молоко каждый день, все в порядке, все нормально, и нечего пенять на молоко, если жрете сахар, вот, как-то так, вот, и немножко пересмотрю я свои посадки, посажу в этом году побольше брокколи, побольше цветной капусты, морковки, свеклы, чуть поменьше, я их очень люблю, поэтому очень хочу оставить в рационе, а на кето их тоже как бы не рекомендуется, о каких-то интересных вкусовых таких, ой, штуках вообще, конечно, жрать не хочется, нифига не хочется жрать, то есть я жру белок, почти без овощей, из овощей у меня там, что я вот, огурец, капуста, и сегодня вот наквасила капустой, огурцы квашеные у меня там, вот, ну, как-то вот так, не очень разнообразно, рекомендуется, там еще знаю, некоторые, посмотрела, пьют по утрам чай, в который кладется масло сливочное, фу, гадость, но я попробовала сделать ложечку какао, сахарозаменитель, молоко и сливочное масло, ложечку положить вот в это дело, нормально, нормально, когда молоко, как будто просто положил, либо очень жирные сливки туда, либо как-то, то есть нормально, на вкус не влияет, ничего такого противного, это еще выпить можно, а чай с маслом я выпить не смогу никак, вот, так что вот пока вот столько вот у меня много побед, не знаю сколько продержусь, но пока сейчас держусь хорошо, я не буду как бы с этого соскакивать, главное не пойти никуда в гости, колечки, ой, собиралась, я же все собираюсь, 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 она же тортики печет, ну, что, Олечка, не пойду я к тебе в гости в ближайшее время, чтобы ничего сладенького не сожрать, вот, либо, либо пойду с солеными огурцами в гости, вот, как-то так, наверное, тяжело удержаться, то есть я вот сейчас пользуюсь именно теми такими вот моментами, которые как бы я сама себя запихала, то есть я живу одна на хашибе, у меня очень далеко все магазины, я не хожу в гости, я не очень общительная там забежать к соседке на чай там или еще что-то такое вот, и поэтому меня это как спасает, у меня нет соблазнов, вот, ну, как сегодня, наконец-то вышла из дома и увидела курящего человека, вот, и надеюсь закрепить этот результат, побед у меня много, уже я за себя радуюсь, ну, вот, последней моей, наверное, победой будет, это сейчас немножко как-то оборудовать комнатку, расчистить, физкультурой заняться, тоже очень много интересного смотрела, с тех пор, как я занималась легкой атлетикой, много изменилось в мире, оказывается, но любой вкус и цвет, боже, так что, да, я немножко вдохновилась, и хочу, хочу на что-то, на что-то западуть, чем-то позанимаюсь, интересным таким, укреплю мышцы, наверное, скорее всего, мечтаю, наверное, качать пресс, потому что, ну, короче, у меня его нету, у меня его нету, я люблю поесть, и думаю, что у меня растянулся уже желудок, до такой вот как бы степени, что он такой, он у меня, не как по анатомии, он у меня где-то в другом месте находится, он вышел из-под ребер вниз, ну, это что-то вроде опущения органов, там, такое вот вниз, все такое, и я могу есть много, то есть, если я сяду, и что-то начну вкусное есть, я же очень люблю картошку, а картошку мне сейчас нельзя, но я к ней все равно хочу вернуться, поэтому, в общем, буду потом диету переделывать свою, вот, и хочу накачать пресс, как бы обратно, чтобы у меня встали немножко, в общем, органы на свое место, потому что сейчас, когда я кушаю, я не чувствую перенасыщение как раньше, то есть, раньше я понимала, что я переела, например, там, если целый день и ем, там, с голодухи вечером, я переела, и я это чувствую, что, о, ничего себе, мне там ребра распирают, то есть, у меня желудок где-то под ребрами был, а сейчас он не там находится, в общем, нужно этим заняться, и очень интересно то, что сейчас упражнений там много разных, и там прямо так вот показывают, то есть, если будете вот так вот ножку поднимать, у вас там вот здесь кусочек мышцы накачается, а если этот хотите мышцы, а вот это упражнение вообще не делайте, потому что у вас там все позвонки слипнутся, думаю, уфига классно, вот, так что буду такую победу над собой тоже совершать потихоньку сейчас, вот, из всех моих побед, товарищи нафтезинщики меня очень сильно поймут, я 20 лет капала капли в нос, вот, тоже, где-то у меня есть ролик, как я перестала их капать, и закладываю мазь вишневского, если что, если простыну, если что-то там где-то перемерзну, перемерзну, потому что слизистая вся сожжена абсолютно этими каплями за 20 лет, и, собственно говоря, вот я их бросила, это, капли в нос были сильнее, чем курение, намного сильнее, то есть, если ты ночью, два часа ночи проснулся, ты не дышишь, и у тебя нет капель в нос, можешь пойти в аптеку 24 часа запросто, ночью в Питере попереться, то есть, ну, это все, это не заснуть, это уже все, это психика уже срабатывала на это, что, все, сейчас задохнусь, клапана как бы перекрывались, вообще, внутри, вот, бросила, ну, пить я бросила уже давно, были тут у меня попытки пару раз, меня соблазнили, ну, давай за встречу, думаю, ну, ладно, давно ведь уже не пробовал, лет 10, думаю, дай попробую, нет, пить мне категорически запрещено, я буяню, я буяню, дерусь, разношу все подряд, нафиг, в общем, я решила не пить, ну, не пить, не могу сказать, что, типа, там, о, не пейте, там, да, бросайте все пить, там, еще что-то, у меня поводов не было пить, у меня был муж, у меня была стройка, муж, который не пьет, потому что он каждый день за рулем, ему нужно куда-то ездить по делам, вот, и, ну, все, хозяйство, стройка, ну, некогда пить, просто некогда, ну, и неинтересно, то есть, если там даже какие-то гости, например, приедут, типа, ой, давайте там за встречу, а ты думаешь, блин, а мне сейчас там козу пойти нужно, ну, зачем, там, что-то где-то доделать, и оно постепенно, постепенно, вот так вот, когда понимаешь, что, ну, а зачем, сейчас все уедут, и что, тут один такой веселье останешься со скотиной, там, или еще как-то, то есть, нету поводов, и организм сам научился, своему естественному, природному, такому, ну, счастью без алкоголя, и, ну, конечно, я даже не знаю, сколько времени, по началу, по началу, как-то, я не знаю, сколько это лет заняло, то есть, сам уже пить не хочешь, понимаешь, но когда сидишь с пьяными, думаешь, фу, дебилы, вот, то есть, сейчас я могу спокойно сидеть, ну, и смотреть, например, как другие люди пьют, ну, единственное, может быть, компания, как бы, постарела, поинтеллигентела, вообще, как, слово, в общем, интеллигентно стала себя вести, то есть, нету там, каких-то, там, быдла, там, бухающих, пива, там, или еще что-то такое, может быть, поэтому, когда сидит подружка, с бокалом белого вина, там, кушаем, разговариваем, ну, может быть, поэтому, не знаю, не задумывалась вообще, в принципе, у меня теперь нету такого пункта, как алкоголь, в принципе, в голове, ну, и это круто, то есть, я могу отдыхать, я могу расслабляться, я могу наслаждаться жизнью, естественными ее, так сказать, этими всякими штуками, вообще не думаю о алкоголе, то есть, капли, алкоголь, ну, с курением всю жизнь борюсь, у меня это, постоянно я, наверное, 50% в своей жизни курила, и столько же не курила, потому что, все время у меня было много собак, они умирают, короче, я расстраиваюсь и начинаю курить, не могу остановиться, вот, 99 причин всех моих, того, что я начинала курить, потому что, мосечки любимые помирали, вот, что, так что, сейчас опять надеюсь, что это будет последнее, и вот, как, ну, как закрепление результата, теперь мне вот стало интересно, вот с этим сахаром, так что еще, может быть, буду там в видео где-нибудь говорить, что с этим сахаром происходит, жрать не хочется, понимаете, люди, вот, и на самом деле, если вот заинтересоваться этой кетой диетой, ну, не смотреть один ролик, то есть, не смотреть, ты вот это посмотрел, там все, мы сегодня едим семгу, кусочек брокколи, там, я не знаю, там, черную икру, то есть, я смотрю все подряд, я меняю, 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 вот этих вот тетенек, которые вот рассказывают про кетой диеты, и выписываю себе продукты, то есть, доступные, у меня денег нету нифига, у меня нету, как бы, возможности, там, жрать какие-то деликатесы, или что-то, я собираю информацию, чтобы всю эту диету свести к доступным продуктам, то есть, в следующем году мне это будет очень легко делать, потому что у меня будет свой сыр, и свой творог, то есть, это, ну, это все, это половина уже всех этих белков, все, что нужно, ну, плюс свои овощи, вот, и ягоды, про красную смородину, у меня есть красная смородина, в морозилке, но на самом деле, ее уже нет, я ее сожрала, по чуть-чуть, так по чуть-чуть, короче, я сожрала, прекращаешь есть сахар, все такое сладкое, я тебе, ну, на кетой диете яблоки нельзя, но я их очень люблю, и все равно сейчас жрала яблоки, яблоки вообще просто как мед, просто ты их ешь, и тебе как будто мед течет, такой, в смысле, с соком по губам, и очень вкусная, красная смородина, размороженная, с морозилки, без сахара, без ничего, просто она сладенькая, она такая прямо, в общем, очень интересные стали вкусовые ощущения, по поводу вот других продуктов, и из-за того, что жру дофига белка, то есть постоянно, вот яйца, там, курица, там, такое вот, то есть жру пока не наемся, вот, без хлеба, без, так, без хлеба, без сахара, что там, еще, в общем, никакой муки, ничего вот этого, то есть с овощами, в основном, сейчас налегаю на белок, чтобы быстрее наедаться, то есть порции у меня сейчас больше, чем рекомендованы, мы в кето-диете, и я сейчас, надеюсь, как немножко подупорядочить, то есть у меня сейчас, задача не перейти совсем на кето-диету, прям так, хоп-хоп, там, с громовками, со всякими весом, все равно нету, а именно вот закрепиться, в результате сахар не жрать, короче, вот, и заодно, когда я смотрю ролики, я вот так вот, краем глаза смотрю, кто что себе может позволить, думаю, что там в основном, от физиологии зависит, то есть есть женщина, например, которая, типа на кето, но там, типа, если я в неделю, там, раз, то есть не ругаю себя, если сорвусь, и там, не знаю, что-то сожру, или попью часть с сахаром, или что-то, ну, толком не помню, но в общем, такие вот моментики маленькие тоже улавливаю, кто какие себе дает послабления, чтобы давать себе в дальнейшем такие послабления, и проследить, как мой организм будет на это реагировать, то есть видите, пока у меня, у меня все прекрасно, все хорошо, но, блин, со стулом проблемы начались, так что сегодня пришлось мне опять начать пить кофе, пока надеюсь довести его, ну, до самого минимума, то есть, просто хотя бы вычислю маленькую дозу, какую, сколько мне нужно выпить кофе, может быть, просто это будет четвертиночка чайной ложки, например, там, или четвертиночка кружки, или что-то такое, если все это обратно там, не знаю, доверху молоком, потом залить, или там кипятком, или как-то, в общем, пока вот так вот, и так как сладенького все равно что-то хочется, и что-то надо, и я там посмотрела, можно прекрасные десерты даже делать, сейчас буду искать продукты, которые немного попробуют мне заменить то, что мы привыкли есть, то есть я думала, что я без хлеба сдохну, то есть когда сидишь и жрешь с утра до вечера там сахар, там печеньки, конфетки, и все такое, я с хлебом ем все, я думала, я сдохну, а сейчас я хлеба даже не вспоминаю вообще, то есть все, я жиру там, яйца до сытости, курицу до сытости наелась, что и все, и я не хочу есть потом очень-очень долго, и хорошо, что можно есть жирное, и жареное, и сало, и все там на этой диете можно есть, все-все-все, в общем, я такая, попробую, попробую на ней посидеть, ну, в общем, если что-то еще захочу по этому поводу добавить уже потом, потому что я уже устала говорить, у меня в мозгу кончилась информация, ну, это называется, это вкратце, вкратце о том, как я победила столько своих зависимостей, и как мне все прекрасно, да, все прекрасно, почему? алкоголь сейчас не коверкает в мое мировосприятие, никак, вообще никак, у меня меньше сужаются, почему я бросила, сначала поставила всю задачу, потом бросила, капать капли в нос, потому что спустя 20 лет капания в нос, до меня дошло, когда я озвученную версию уже услышала, озвученная версия такова, вы капаете в нос, это сосудосуживающее средство, начинаете дышать, все хорошо, но когда вы капаете в нос капли, они уходят в кровеносную систему, и сосуды ваши сужаются, по всему телу, то есть если они сжались у вас в носу, они так же сжались и во всем остальном организме, и когда я это услышала, то есть мне, ну такое вот восприятие информации, видимо, туповато, наверное, пока я не услышала вот это, не подумала, какой это весь ужас, то есть я каждый день раз по 10, просто вот химикатами себе сужаю все сосуды в организме, то есть здоровье погубила за свою жизнь, мамочки мои, страшное дело, так что капли, это не знаю, по-моему еще хуже, чем алкоголь хотя бы сосуды расширяет, что ли, ну вот как-то так, в общем сосуды капец, вообще, капец-капец, у меня нет сосудов, так что будем заниматься здоровьем, ну вот как-то так, то есть смысл моего посыла такой, если нет силы воли у вас, никакой, ничего не можете там, ни с понедельника, ничего, просто начните, у нас есть такая открытка, если не можешь идти в каком-то верном направлении, ляжь, ляжь и лежи в том направлении, вот, то есть не можете начать заниматься физкультурой, лягте, лягте, лежите, смотрите ролики в ютубе, до посинения, пересмотрите там танцевальные, там упражнения, йогу, пересмотрите все, заполните свой мозг информацией настолько, что вас тошнило, сделайте перерыв несколько месяцев, потом еще посмотрите, то есть это не быстро, не долго, может 2-3 года пройдет, и когда у вас достаточно в мозгу соберется информация, как что работает, то есть вам новой информацией, нужно забить старую информацию, она должна ее переволной перелеснуть все это дело, то, что вы знали, то, что вы знали неправильно, то, что вдолблено там еще что-то там, или как бабушке с детства там кушать с хлебом, это из мозга не уйдет, никогда никуда не уйдет, это нужно переполнить другой информацией, чтобы была кучка новой информации больше, чем кучка старой информации, тогда мозг чаще начнет обращаться к новой информации, чем к старой, ну что-то в этом роде, ну и не смотрите как он, смотрите что-нибудь умное вместо каки, запомните все, что мы когда-либо увидели или услышали, все, все, все на свете, это и будет нашу мозгу навсегда, навсегда нас формировать, наши мысли, наши как знания, как бы фиксными знаниями, вот, то есть вас, вот есть поговорка, то, ты то, что ты ешь, но ты то, что ты слышишь, и то, что ты смотришь, это тоже ты, оно тебя, все твои нейроны в башке, это вот то, так вот, задумайся целый день, что ты там целый день посмотрел, котиков там или что-то, не знаю, Кобедиклаб, то есть вот эта вот информация в твоей башке, это ты и есть, и ты можешь, осознав это, ну и сделать себя другим, например, я хочу быть другим, и по этой теме, короче, так туда, так жик, ой, все, у меня, короче, горло уже валит, всем пока-пока, это я просто похвасталась, как я теперь сахар не жру, вот, спокойной ночи, Субтитры создавал DimaTorzok